Легендарный мюзикл Ллойда Уэбера «Кошки» поставит на московской сцене. Репетиции уже начались. За перевод текста взялся Алексей Кортнев, а продюсер и режиссер постановки Егор Дружинин. У него нелегкая задача. Московский спектакль должен быть лучше оригинала. Один день с Егором Дружининым провел обозреватель рубрики «Город» темы Вячеслав Волков. Спасибо, здравствуйте. Репетиции «Кошек» действительно начались, но несколько ведущих ролей все еще вакантные. Сегодня в теме бессмертный пионер Васичкин, российского кинематографа, продюсер, режиссер, хореограф Егор Дружинин. У Егора нет своей машины. Он предпочитает личному автомобилю метро и автостоп, когда опаздывает. Вот как раз сейчас мы опаздываем на кастинг. Здравствуй, Егор. Мы тебя подвезем. У нас еще осталось, скажем так, две-три позиции в спектакле. Основных. Которые вакантны. Как основных, так и не основных. Яуза, смешная река. Здесь все время вылетает кто-то в реку на машине. Постоянно. Мы живем уже в Москве года три, и из них два здесь, на Преображенской площади. И все время кто-то в реку вылетает. Я жил больше 20 лет в Питере, и не видел ни разу, чтобы кто-то в Неву вылетел, или в Фонтанку, или в Канал Грибаевы. Вот нам сейчас направо. Я, наверное, поднимусь наверх, начну переодеваться. Хорошо. Вы оставайтесь внизу, и я пришлю за вами кого-нибудь. Так, господа, что мы делаем? Нам нужно посмотреть тех людей, которые у нас сейчас проходили кастинг. Поэтому танцевальные части. Сцена МДМ «Святое место». Сотни танцоров со всей России, тысячи танцоров мечтают попасть на эту сцену на кастинг. Но попадают в единицы. 15 минут назад начался кастинг на мюзикл «Кошки». Ребятки, готовьтесь к вокалу. Да, вы свободны. Спасибо вам большое. Много интересных, талантливых ребят. Но, к сожалению, из, скажем, того количества людей, которые были сегодня, навряд ли кто-то получит работу. Слушай, ну а как ты вот чечетку-то ставишь, да? Ты же придумываешь, да, на 12 стульев? Да. Вот ты идешь, ты выходишь специально на середину комнаты дома, да? Нет, только не дома. Или ты идешь по улице, да? Дома иногда что-то придумываешь. Вы стучали, и раз, ритм пошел. Нет? Нет, по-разному. Остановиться просто. Вот на 12 стульев я как раз придумывал вот здесь. Я умею танцевать чечетку. Вот айо! Так, мы с вами в 4, то есть через 40 минут встречаемся... Давайте у машины. Все! Меня снимают. Что со мной делают? Меня загоняют в интернет. Сейчас, подожди секунду. Вы направо перестроитесь здесь. Мы сейчас с моста сразу направо съезжаем. Есть джазовые музыканты и танцовщики, чечеточники, которые калькулируют музыку и играют ее так, правильно, по нотам. Но джаз — грязь. Это грязный жанр, на мой взгляд. И это как шип на пластинке, или как есть вычищенный звук гитарный, а есть грязный гитарный звук. Я больше люблю то, откуда этот жанр вылез из грязи в гнязь. Мам! Ты что делаешь? Хм? Ты что, Васечкин, спятил? Как? Ты так ничего, я не понял? Давай! Они принимают нас за каких-то страшных хулиганов. Чао! Мы приехали на СТС, где Егор примет участие в интернет-проекции. Егор ушел в онлайн. Там мы его и оставляем. Спасибо тебе огромное. Пока, Става. Все, что не вошло в сегодняшнюю программу, в субботу. В программе «Город. Итоги недели» в 18 часов будут хорошие люди, будут хорошие новости.